Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться. На канале вы найдете много полезной и интересной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры в разных форматах. Ну, а если вас интересуют автомобили в наличии, либо наши вакансии, все это смотрите по ссылкам, которые обязательно будут в описании. В нашем сегодняшнем обзоре довольно неформатный, вернее сказать, редкий для сибирского региона автомобиль. Но на западе страны эти машины распространены больше. Автомобиль отвечает самому распространенному сочетанию требований левый руль, обычный автомат. И о том, с чем можно столкнуться, выбирая поддержанный Renault Megane третьего поколения, да и о том, что вообще представляет собой подобный автомобиль, в нашем сегодняшнем обзоре. Третье поколение Renault Megane появилось в далеком уже 2008 году. Этот автомобиль выпускался в 8 лет по 2016, при этом у него было два рестайлинга в 2012 и в 2014, в ходе которых автомобиль обновляли в основном косметически внешне. На российском рынке эти машины предлагались в двух вариантах кузовного исполнения, пяти- либо трехдверный хэтчбэк, и было всего два варианта двигателей, оба бензиновых. 1.6 на 106 лошадиных сил, сочетавшийся либо с механикой, либо с классическим автоматом, и двухлитровый на 143 лошадиные силы, в сочетании с вариаторной коробкой передач. Что касается рынка Европы, то у себя дома Renault Megane продавался также в кузовах универсал и купе кабриолет, а гамма моторов была дополнена еще и вариантами меньшего объема, бензиновыми 1.2, бензиновыми 1.4, а также дизелями 1.5, 1.9 и 2 литра, от 90 до 160 лошадиных сил. Но такие автомобили по каналам официальных дилеров в нашей стране выкупить не могли, поэтому большая часть подобных дизельных Megane завозны из Европы с соответствующими пробегами и подчас состоянием. Так что речь сегодня пойдет про дилерский автомобиль. Сегодня у нас на подъемнике до рестайлинг 2011 год выпуска мотор 1.6, 106 лошадей, классический автомат и пробег в 159 тысяч километров. Ну и в начале обзора про кузов. Начнем с габаритов. Megane не такой уж маленький автомобиль. Длина кузова здесь 4 метра 29 сантиметров. Ширина 1.80, а высота 1.47, колесная база пятидверного хэтчбека 2.64, а снаряженная масса 1280 килограмм, максимально разрешенная 1755. Что касается толщины и качества окраса, несмотря на то, что Renault Megane далеко не бронированный в плане прочности ЛКП и обрастает сколами и царапинами, как любая другая машина, но слой заводской краски на нем все же толще, чем мы привыкли видеть на японских, например, автомобилях. И разброс показаний для заводских цифр будет в диапазоне от где-то 100-120 до 150-155 микрон. При этом все внешние кузовные панели автомобиля, включая крышу, оцинкованы. Так что по такому параметру, как сопротивляемость коррозии, Renault Megane третьего поколения – это отличный пример того, как можно и нужно делать. Даже на самых возрастных экземплярах зачастую коррозия появляется только в виде точечных вздутий и локализуется она обычно либо на порогах, которые больше всего страдают от контакта с нашими дорожными реалиями, либо на таких местах, как, например, передняя кромка крыши. Каталожный объем багажника третьего Megane в кузове хэтчбэк – 368 литров, а при сложенных спинках сидений этот показатель увеличивается до 1125. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина проема багажника по его средней части у данного автомобиля 105 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши – 79. Расстояние по полу – 85 сантиметров в плане длины и 116 в ширину. И это отнюдь не маленький показатель для автомобиля подобного класса. При сложенных спинках задних сидений расстояние, куда вы можете закидать груз по багажнику, будет равняться 1 метру 60 сантиметрам в плане длины погрузочной площадки. Правда, ровного пола здесь не получится. В любом случае, наклон будет присутствовать. Что касается дополнительных удобств бардачков, ниш и прочих моментов по багажнику Megane 3-го поколения, можно отметить разве что нишу под крышкой на правой панели, где прячется штатный инструмент, то бишь домкрат и буксировочная петля. А под полом здесь нет ничего в буквальном смысле. Металл кузова, запасное колесо крепится снизу, как на внедорожниках. Кстати, при осмотре поддержанного Megane проверьте исправность работы задних фонарей. Это один из немногих на самом деле моментов, связанных с электрооборудованием, который часто попадается на машинах с большим пробегом, связанным с переломыванием проводов в жгуте, проходящим в пятую дверь. Подобная проблема встречается и на таких автомобилях, как, например, кроссовер Nissan Qashqai в кузове J10. Что касается салона третьего Megane. Первое, что отмечаешь, попадая сюда, здесь нет ощущения огромного пространства вокруг. Хотя запас над головой присутствует и в целом сидеть свободно. Но общее впечатление от интерьера именно такое. Что касается удобства посадки, при росте 1,86 м я быстро подобрал для себя удобное положение за рулем. Рулевая колонка здесь имеет регулировку, правда, только по наклону. Регулировки по вылету нет, зато диапазон регулировки по наклону довольно большой. Также, если я отодвину до упора назад водительское сидение, то даже полностью вытянув левую ногу, выпрямив ее в колени и натянув до предела носок ноги, я еле-еле достаю до моторного щита. Что дает основания предполагать, что людям высокого роста в этом автомобиле запаса регулировок по длине точно хватит. Сами сидения здесь практически полностью плоские. Боковая поддержка присутствует, но по сути она чисто визуальная. Это касается как подушки, так и спинки сидения тоже. Салон тканевый, ткань по-европейски грубоватая на ощупь. Никакого японского велюра здесь, естественно, вы не увидите. Зато пластик передней панели в верхней части здесь мягкий. Естественно, низа панели это не касается, равно как и дверных карт. Но подлокотники на дверной карте обтянуты тканью в зоне контакта с вами. То же самое касается и центрального подлокотника, представляющего собой крышку бокса. Комбинация приборов у третьего Megane довольно классического вида. Здесь по центру спидометр, с левой стороны аналоговый тахометр, а правая часть занята дисплеем бортового компьютера, одометр и указатель уровня топлива, который здесь электронный. Традиционная для французов нечетная оцифровка спидометра, естественно, тоже на месте. Но, во всяком случае, приборы здесь читаемые. Разного рода кнопочками интерьер Megane не перегружен ни в одной из комплектаций. На левой стороне у нас стандартный блок управления стеклоподъемниками и зеркалами. Слева от руля клавиши регулировки яркости приборной панели и корректор фар, который приходится выставлять вручную. Традиционный джойстик управления мультимедийной системой приютился за рулевым колесом. В данном случае у нас автоматический климат-контроль, причем двузонный. И при осмотре поддержанного экземпляра климатическую систему нужно обязательно проверять во всех режимах ее работы. У этих автомобилей бывали глюки как по части самой панели управления климатом, так и проблемы по вентилятору отопителя. Под панелью управления климатом располагается стилизованная абсолютно в том же ключе управление магнитолой. 12-ти вольтовая розетка и два разъема для подключения внешних источников звука. На этом, собственно, все. Что касается подстаканников, полочек и бардачков, мы имеем два подстаканника, один перед селектором коробки передач. Пользоваться им будет явно не особо удобно. Второй за селектором, рядом с рычагом стояночного тормоза. Есть очень маленький бокс, куда не положишь много, разве что мелочевку. Также есть основной бардачок. Он очень глубокий, чтобы дотянуться до его задней стенки, приходится отрывать спину от сидения. Ну а в крышке бардачка присутствует своего рода кармашек под документы. На потолке футляр для очков и внизу дверных карт довольно длинный карман, передняя часть которого расширяется, и туда можно бросить бутылку с напитком. Что касается обзорности в этом автомобиле, начнем с боковых зеркал. Здесь они небольшие по площади и зауженные к краю, но боковая часть зеркала имеет зону с преломлением. Так что маневрировать в городе на этой машине будет удобно. Мертвых зон тут практически нет. Зато есть широкие передние стойки, которые вкупы с высокой линией передней панели создают ощущение того, что вы смотрите вперед на дорогу через своего рода амбразуру. Кому-то это нравится, а для кого-то будет непривычно. При этом боковая линия остекления на самом деле не особо высокая. Плюс-минус стандарт для современной легковушки. А вот капот у третьего Мегана вы можете увидеть лишь частично, и то максимально задравшись под потолок, что будет уже достаточно дискомфортно, поскольку голова будет упираться в обивку. Ну а что касается маневров задним ходом, если машина недоукомплектована парктроником или камерой заднего вида, то здесь плюс-минус придется туго. Да, автомобиль в кузове хэтчбэк кончается за задним стеклом, но при этом задние стойки кузова здесь глухие и очень широкие, поэтому маневрировать придется по боковым зеркалам. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения, при колесной базе 264 было резонно предполагать, что место для ног, как в лимузине, мы тут не увидим. И, в принципе, эти ожидания оправдались. Когда я сажусь сам за собой, мой рост метр восемьдесят шесть, я упираюсь коленями в переднее сидение. Правда, здесь оно мягкое, поэтому дискомфорта это не причиняет. Заднее сидение плюс-минус такое же плоское, как и переднее. Три человека здесь разместятся. Тоннель на полу есть, но он не очень высокий. Правда, среднему пассажиру будет мешать тыльная часть центрального бокса, которая содержит в себе два воздуховода. А внизу примастилась 12-ти вольтовая розетка, через которую будет удобно подзаряжать гаджеты в дальней поездке. Что касается регулировки спинки сидения, то ее здесь нет один-единственный угол, и он достаточно вертикальный. Правда, при этом голова с потолком еще не контактирует. Центральный подлокотник откидывается из спинки сидения. Здесь он у нас весьма широкий. Присутствует своеобразной формы тройной подстаканник. Боковины меньшего диаметра и центральная часть под большой стакан. При этом на дверных картах практически нет подлокотников. Они здесь очень узенькие и тоже отделаны тканью, как и спереди. Ну а кармашки внизу дверных карт здесь небольшие, и туда поместится разве что какая-либо мелочь. Ну а теперь про двигатели под капотом Renault Megane. Третьей генерацией базовым в линейке бензиновым мотором для России был агрегат с объемом 1,6 литра. Это легендарный в плане надежности реношный двигатель K4M. Это чугунная рядная четверка с двумя верхними распредвалами. Здесь ременный привод газораспределительного механизма и есть фазовращатель. Данная силовая установка выдает 106 лошадиных сил и 145 ньютонометров крутящего момента. Этого двигателя вполне хватает для перемещения по городу, но назвать Megane с таким мотором шустрым автомобилем у кого-то может и не повернется. Язык разгон с нуля до ста на механике 11,7 секунды, на автомате 13,8. Зато, повторимся, двигатель крайне надежный и при нормальном обслуживании выхаживает под полмиллиона километров. Каких-то крупных и серьезных болячек этот двигатель, по сути дела, лишен. Это касается поршневой группы. Но здесь нужно следить за ремнем ГРМ и менять его своевременно. Регламент замены 60 тысяч километров. Может быть, сам оригинальный ремень выходит и больше, но проверять это вряд ли кому-то хочется, поскольку при обрыве ремня K4M клапана гнет. Мотор может докучать своим владельцам по мелочам, в виде, например, подтеков масла или антифриза. При этом источником течи антифриза зачастую является корпус термостата, ввиду появления на нем трещины. Ну а источником течи масла зачастую становится либо задний сальник коленчатого вала, либо клапанная крышка. Также они отличаются повышенной живучестью на данных моторах. Сам фазорегулятор, в тех версиях которыми он укомплектован, как здесь, например, и датчик положения коленчатого вала. На всякий случай рекомендуется иметь при себе запасной. Пусть проблема и не столь системная, но довольно-таки неприятная в случае выхода оного из строя. Также многим владельцам подобных двигателей к большим пробегам приходилось поменять и демпферный шкив коленвала, и опоры двигателя, причем не по разу. Но, повторимся, все это дело меркнет. На фоне непривередливости данного силового агрегата к топливу он спокойно потребляет 92-й и к его огромному ресурсу. Кстати, объем заливаемого сюда масла 4,8 литра, вязкость стандартная 5,30-5,40. Что касается коробок передач, с этим двигателем сочеталась либо механическая, либо классическая автоматическая КПП. Механика здесь старинная, она ведет свою родословную с 2001 года. Ее маркировка JH3. Это пятиступка с тросовым приводом сцепления. Кстати, его ресурс порядка 100-150 тысяч километров до замены диска и корзины. Но раньше, чем этот пробег наступит, скорее всего, вам придется поменять еще и выжимной подшипник. Здесь он, скажем так, не слишком крепкий. Вообще, сама КПП ходит под 300 тысяч километров пробега без каких-либо вопросов. Но к ее нечеткому приводу переключения передач приходится попривыкнуть. Также данная КПП имеет свойство течь маслом в основном по левому сальнику привода. Масло туда заливается 2,8 литра. И для того, чтобы такая механика отработала у вас много тысяч километров пробега, желательно менять масло раз хотя бы в 60. Автоматическая коробка, представляющая собой классический гидромеханический автомат, здесь носит наименование DP2. Это четырехступка. Отсюда вытекает ее основной недостаток. Трансмиссия нерасторопная, передачи длинные. Соответственно, и расход топлива с таким автоматом на машине будет побольше. Тем более, что сочетается он здесь только с самым слабым мотором в линейке. После всех модернизаций, проделанных концерном Renault с этой трансмиссией, в частности, после установки сюда гидротрансформатора немецкой фирмы ZF, трансмиссия в основном получилась надежной. Хотя она по-прежнему очень не любит перегрева, пробуксовок. Здесь не очень большой ресурс втулок внутри трансмиссии. И бывают глюки у соленоидов-регуляторов. Тем не менее, при бережной эксплуатации ее ресурс порядка 250 тысяч километров пробега. Второй бензиновый двигатель, доступный в России для третьего Мегана, это двухлитровый агрегат мощностью 143 лошадиные силы. Это рядная четверка, подозрительно напоминающая ниссановский МР-20ДЕ. У нее два верхних распредвала, цепной привод газораспределительного механизма, гидрокомпенсаторов нет, зато есть фазовращатели. Такой двигатель выдает 143 лошадиные силы, и с ним машина становится шустрее. В сочетании с вариаторной КПП разгон до сотни занимает чуть менее 11 секунд. Данный двигатель имеет относительно неплохой ресурс, около 300-350 тысяч километров. Но есть ряд моментов, про которые нужно помнить. В частности, цепь газораспределительного механизма на этих агрегатах меняется, как правило, после 150 тысяч километров пробега. Также нужно быть внимательным при замене свечей. Перетянув свечу, есть шанс получить трещину в головке блока цилиндров. Здесь она алюминиевая и довольно-таки нежная. Также этот двигатель очень не любит перегрева. Ну и присутствует необходимость регулировки тепловых зазоров клапанов, где-то раз в 100 тысяч километров пробега, либо по симптоматике. Для двухлитровых агрегатов также характерно появление расхода масла на угар, когда пробег двигателя переваливает за 150 тысяч. Поэтому при осмотре подобного автомобиля на всякий пожарный проверьте машину на дымность хотя бы. А еще лучше провезите ее через замер компрессии. Двухлитровый мотор сочетается с вариатором фирмы JATCO GF-011. Эта трансмиссия устанавливалась на огромное количество автомобилей, не только на Renault, но этот же вариатор стоял и на Nissan Qashqai в одной из своих разновидностей, X-Trail, на Mitsubishi Outlander и так далее. Коробка глобальная. Это еще старая привычная конструкция со степ-мотором. Трансмиссия на самом деле довольно надежна и выхаживает порядка 250 тысяч километров при нормальном с ней обращении. Не забывайте менять масло в вариаторе чаще, чем того предписывает делать регламент раз в 40-45 тысяч вместе с фильтрующими элементами. Из основных проблем, характерных для GF-011, является проблема с возникающим после 200 тысяч километров гулом подшипников, что приводит к необходимости их замены. И когда их меняют, меняют обычно все четыре подшипника, содержащиеся в коробке, дабы потом повторно не проводить процедуру вскрытия. Так что при тест-драйве обращайте внимание на отсутствие трансмиссионного гула и не должно быть никаких рывков, которые могут указывать уже на проблему с ремнем и конусами. Перед тем, как посмотреть на Renault Megane 3 снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Кстати, его каталожное значение для этого хэтчбэка на российском рынке 165 миллиметров, что очень даже неплохо. Вооружившись рулеткой, произведя замер под низшей точкой, а это защита моторного отсека, видим, что здесь как раз таки 16 сантиметров до пластика. Что касается переднего бампера, то его край здесь находится на расстоянии 20 сантиметров от асфальта, а это показатель, сравнимый с иными кроссоверами. Так что парковаться к бордюру, несмотря на длинный нос у этого автомобиля, можно спокойно. Расстояние от земли до порога за передним колесом составляет 18 сантиметров. В задней части 23. Ну а задний бампер, при том, что задний свеск короче переднего примерно в полтора раза, здесь находится на расстоянии 28 сантиметров от асфальта. Так что общий вывод по проходимости будет следующий. Эта машина вполне подойдет для поездок на дачу и съездов с дороги. Что касается ходовой части третьего Мегана, то подвеска этой машины заточена скорее на комфорт, нежели на управляемость. И это не всегда плохо. Особенно с учетом того, что качество дорожного покрытия в некоторых регионах нашей страны может сильно разниться. Что касается конструктива, передняя подвеска, здесь типа Макферсон, шаровые опоры официально несъемные. Они изначально заклепаны в рычаги. Но на примере правой стороны мы видим, что шаровую опору можно спокойно поменять, посадив ее уже на болтовое соединение. Таким образом использовать аналог и сделать этот узел сменным. Кстати, ресурс шаровой здесь около 100 тысяч километров пробега. Даже стойки стабилизатора поперечной устойчивости здесь выхаживают около 50 тысяч. Правда, это около верхняя предельная для них цифра. Сам стабилизатор здесь имеет довольно толстый прут. И закреплен он на подрамнике сверху. Спереди доступ к нему закрывает рулевая рейка. Кстати, она здесь электрическая. Руль очень легкий. И никаких проблем с протечками гидромагистрали, естественно, не будет. С задней стороны к нему подобраться мешает сама форма подрамника. И очень малый зазор между подрамником и кузовом. Так что для замены втулок стабилизатора подрамник придется демонтировать и частично опускать. Также у третьего Megane очень длинный правый привод, который имеет промежуточную опору. Соответственно, на состояние этого хозяйства при осмотре поддержанного автомобиля лучше обратить внимание. Что касается ресурса таких компонентов, как сайлентблок и рычагов, например, то на этих автомобилях они выхаживают под 150 тысяч километров пробега. И, что интересно, у третьего Megane нет больше проблем с опорниками. Они тоже служат долго и исправно. В задней части автомобиля располагается топливный бак. Его объем 60 литров и бак пластиковый. Так же, как и его заливная горловина. Гнить не будет. Ну а что касается задней подвески, то она здесь простейшая. Это балка, два сайлентблока, которые до пробега тысяч в 300 никак себя не проявят. Это амортизаторы и пружины. Причем стоят они здесь раздельно друг от друга. Кстати, ресурс амортизаторов это около 50-60 тысяч километров в некоторых случаях. Поэтому, скорее всего, на Megane, которые вы будете смотреть, они будут уже менены на аналоги, которые могут оказаться даже крепче, чем оригинальные детали. Запасное колесо, как мы уже упоминали вначале, подвешено у нас снизу. И это полноразмерная запаска на штампованном диске. А вот одной из особенностей данного автомобиля в плане конструктива задней подвески можно считать объединенный со ступицей тормозной диск. Решение спорное, сказывающееся на стоимости оригинальных компонентов. На этом наш обзор Renault Megane третьего поколения подошел к концу. Надеемся, после просмотра этого видео у вас осталось общее впечатление о том, что представляет собой подобный автомобиль. Если у вас такая машина была, и вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров, и, соответственно, вам есть в чем нас поправить и в чем дополнить, обязательно пропишите все это в комментариях. Люди, которые думают купить или не купить подобную машину, благодаря вашему комментарию, могут сделать верный выбор. Если обзор был полезен, понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!